Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев призывает крупный бизнес на фоне санкций продолжать развитие локализации и импортозамещения. Этой повестке посвящены многие заседания и мероприятия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В частности, глава Среднего Урала выступил на годовом собрании Свердловского союза промышленников и предпринимателей с такими словами. Цитирую. «Сейчас мы переживаем очень непростой период, связанный с резким обострением международной обстановки, экономическими санкциями, глобальной трансформацией экономики. В этих условиях мы должны работать над повышением уровня локализации и импортозамещения критически важных комплектующих». Конец цитаты. Отметим, что Новоуральская промышленная площадка вносит весомый вклад в производстве критически важных для экономики товаров и оборудования, утвержденных правительством Российской Федерации. Большой сегмент – это лекарства и медикаменты, которые разрабатывает и выпускает на фармацевтическом заводе «Медсинтез». Предприятием посетил председатель Комитета по охране здоровья Государственной Думы Дмитрий Хубезов. Тему продолжит моя коллега Мария Антонова. Новоуральский «Медсинтез» – предприятие полного цикла, выпускает собственные биотехнологические лекарственные препараты мирового уровня качества. Фолликулостимулирующий гормон для экстракорпорального оплодотворения – перспективное направление. В России это единственный завод, производящий такую продукцию. За моей спиной мы видим помещение реактора, где существуют волновые биоректора, где происходит процесс наращивания клеток, который вырабатывает необходимый нам белок – фолликулостимулирующий гормон. Наш продукт – непосредственно субстанция фолликулостимулирующих гормона. Необходимо пациентам, которые не имеют возможности иметь детей. Наш продукт в России производится на нашем заводе единственным, поэтому для страны он очень необходим. Препаратами фолликулостимулирующих гормонов для лечения бесплодия мощности завода могут удовлетворить 100% потребности страны, так же, как и инсулином. В начале мая предприятие посетил председатель комитета по охране здоровья Государственной думы Дмитрий Кубезов. Руководители и специалисты фармацевтического завода показали и рассказали о технологиях и возможностях производства. Что касается розинсулина, выпускают раствор, суспензию и двухфазный инсулин в форме флаконов, картриджей, предварительно заполненных шприц-ручек. Препараты закупаются во всех субъектах Российской Федерации и за ее пределами. С момента открытия завода произведено свыше 9 миллионов упаковок. Председателю комитета по охране здоровья Государственной думы также показали цех, где производят противовирусный препарат триозавирин. Важное направление особенно в период эпидемии, РНК, вирусных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ и КОВИД-19. К этой субстанции добавляем второй исходный компонент, это нитроуксинный эфир или этилнитроацетат. И на выходе получается субстанция триозавирин. Понятно, что здесь все очень сильно упрощено, без каких-либо дополнительных условий, но тем не менее все наглядно. Отметим, что потребность страны в противовирусных препаратах медсинтез может обеспечить на 30%. Вообще, высокотехнологичное производство завода способно выпускать любые импортозамещающие лекарственные препараты на основе моноклональных антител. Исследование, разработка и контроль за выпуском ведется в собственной научно-исследовательской лаборатории. Данное подразделение завода называется научно-исследовательская лаборатория. Она включает в себя комплекс лабораторных помещений, оснащенных высокотехнологическим оборудованием, такими как оборудование, как хроматографы, спектрофотометры и другое лабораторное оборудование. Основная задача научно-исследовательской лаборатории – это разработка новых лекарственных препаратов и активных фармсубстанций. В данную разработку включаются подходы по разработке сначала лабораторного процесса получения активных фармсубстанций и с дальнейшим масштабированием выход уже на опытно-промышленные участки. Это также касается и разработки готовых лекарственных форм. В ходе сегодняшнего визита мы посмотрели практически все наше производство. Это цеха по производству готовых лекарственных форм, а также цеха по производству субстанций. Как методом химического синтеза, так и методом биотехнологического синтеза. Цеха по производству субстанций инсулина, цеха по производству готовой лекарственной формы инсулина, цеха по производству субстанции триазоверина, цеха по производству готовой лекарственной формы триазоверина, ну а также цеха по производству субстанции фолликулостимулирующего гормона. Инсулин вообще это очень перспективное направление, потому что диабетом болеют люди, к сожалению, все больше и больше. И мы, конечно, готовы представить людям хорошее лекарство с очень удобным принципом ввода в шприц-ручки. Фолликулостимулирующий гормон, он важен при процедурах ЭКО, экстракорпорального оплодотворения. И в клиниках, где эти процедуры проводятся, фолликулостимулирующий гормон очень востребован. Основное, конечно, это способность наша к импортозамещению. Понятно, какая сейчас ситуация. И производство здесь очень ответственное. Речь идет об инсулине человеческом. И это, наверное, основное, что здесь я приехал посмотреть. И главный вопрос, который я задал технологам, заместить или нет? Они сказали, заместим их ответ. И это самое главное, потому что все-таки риск того, что с аптек и с больниц пропадут какие-то лекарственные препараты, наверное, самое основное среди наших граждан. Ко мне поступает большое количество вопросов, выражающих озабоченность именно этой ситуации. Помимо инсулина здесь большое количество растворов готовится, противовирусные препараты. Естественно, все это производство, поскольку оно очень ответственно, полностью соответствует всем международным стандартам. Практически все оборудование западноевропейское самое современное. Что особенно хорошо, есть уже запас комплектующих. То есть, в принципе, на ближайшую перспективу никаких рисков на данном предприятии не предвидится. Это очень важно. Отметим, что министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко оценил вклад завода «Медсинтез» в лекарственную безопасность страны на выставке «Здравоохранение Урала-2022», которая недавно прошла в Екатеринбурге. Кроме того, предприятия наряду с другими производителями и благотворительными фондами региона активно участвуют в формировании гуманитарных грузов от Свердловской области для жителей Донбасса. Мария Антонова, Павел Сизов. Объектив. Итоги.